Здравствуйте! Начинаем урок химии для десятых классов. Тема сегодняшнего нашего урока – предмет органической химии, сходство и различия органических и неорганических веществ. Фридрих Вюллер говорил, органическая химия может сейчас кого угодно свести с ума. Она представляется мне дремучим лесом, полным удивительных вещей, безграничной чащей, из которой нельзя выбраться, куда не осмелишься проникнуть. Ученые-химики изначально делили известные вещества на минеральные, животные и растительные, используя признак классификации, источник их получения. Об этом в своих трудах писал арабский ученый-алхимик Абу Бакар Ар-Рази. Янс Якобс Берцелиус, шведский химик, придерживался виталистической теории и определил органическую химию как химию растительных и животных веществ, образующихся под влиянием жизненной силы. Вис Виталис. В 1806 году он же вел понятие органическая химия и органические вещества. С 1824 года начинается период синтеза органических веществ из неорганических. В 1828 году Виоллер своему учителю Берцелиусу писал, я не в силах больше молчать и должен сообщить вам, что могу получить мочевину без помощи почек, без собаки, человека и вообще без участия какого-либо живого существа. С этого времени ученые в своих лабораториях стали создавать новые вещества, синтезировать. Зинин создала анилин, кольпи, уксусную кислоту и карбоновую кислоту. Бертлоу удалось получить жиры, Бутлерову сахаристые вещества. В 1889 году классическое определение органической химии вел немецкий химик Карл Шор Меллер. Органическая химия есть химия углеводородов и их производных. Условно историю развития органической химии можно разбить на пять периодов. Первый период это стихийный. До 15 века в это время только использовались готовые органические вещества. До 17 века алхимический идет накопление информации о веществах, попытки первой классификации веществ. Третий период это 17-18 века. Виталистический происходит от виз виталис, повторим, жизненная сила. С 1824 года систематизационный. Произведен первый органический синтез. Вюллер синтезировал щавелевую кислоту. И с 1861 года научный. Бутлеров создал теорию химического строения. Об этом мы поговорим с вами чуть ниже. Признаком классификации органических веществ служит наличие в веществах атомов химического элемента углерода. Данная классификация условна, так как некоторые неорганические вещества обладают признаками органических веществ и могут превращаться в органические в одну или в несколько стадий. Это карбиды, угарный газ, карбонаты и другие. Но и объединить в единую группу все вещества невозможно, так как органические вещества значительно отличаются от неорганических веществ. Органические вещества имеют общие признаки, которые отличают их от неорганических веществ. Итак, что же это? В состав обязательно входят атомы водорода и углерода. Валентность углерода всегда равна 4. Большинство веществ способны гореть и или разлагаться с образованием углеродсодержащих продуктов. В настоящее время органическую химию называют химией углерода и его соединений. Еще раз, органическая химия это химия углерода и его соединений. Согласно схеме классификации веществ неорганических в настоящее время насчитывается 700 тысяч, а органических веществ около 40 миллионов, хотя еще 30 лет эту цифру обозначали как 6 миллионов. Почему количество органических веществ превышает неорганических веществ? В чем причина многообразия органических веществ? Причин многообразия несколько. Первое. Несколько атомов углерода способны соединяться с друг другом и образовывать цепи разной длины от 1 до 100. Эти цепи могут быть разные, линейные, циклические, разветвленные. Обратите внимание на рисунки, как могут соединяться углероды между собой. Следующий признак это гомологи. Гомологический ряд это ряд соединений, сходный по строению и свойствам и расположенных в нем в порядке увеличения их относительных молекулярных масс. Соответственно, гомологи это вещества, имеющие сходное строение и отличающиеся друг от друга на одну или несколько CH2 групп, гомологическую разность. Гомологический ряд метана имеет общую формулу СННН плюс 2. Обратите внимание, как легко составляются формулы. Если С равняется единице, значит С1, H1 умноженное на 2 плюс 2, 4, CH4. Если С равняется 4, тогда формула выглядит С4, H2H4 плюс 2, 10. С4H10. Если С15, значит H32. То есть формулы зазубривать не нужно. Но выучить гомологический ряд предельных углеводородов я вам все-таки советую. Следующая причина в том, что углерод может образовывать простые двойные тройные связи. Углерод может образовывать соединения с различными элементами. В состав органических веществ входят углерод, водород, кислород, сера, фосфор, азот, галогены. Ну и практически любые элементы тоже могут входить в состав органических веществ. Следующая причина – это существование изомеров. Изомерия – явление существования разных веществ, изомеров, имеющие одинаковый количественный и качественный состав, но разное построение. И потому разные свойства. Например, в молекулярной формуле С2H6O соответствует два вещества. CH3CH2OH – это этиловый спирт. Температура кипения 78,4, хорошо растворим в воде, взаимодействует со щелочными металлами. Второе вещество – CH3OCH3 – это диметиловый эфир. Это вещество газ. Температура кипения его – минус 24 градуса по Цельсию. Нерастворим в воде, не взаимодействует со щелочными металлами. Основой каждой науки является теория. Для органической химии такой теории служит теория строения органических веществ Александра Михайловича Бутлерова. Предпосылками появления теории являются накопление большого количества теоретического и практического материала об органических веществах и свойствах. Второе – ученые не могли объяснить множество противоречий в известном фактическом материале. Например, многообразие органических веществ и существование изомеров. Также это были работы предшественников Бутлерова. В 1853 году учение о валентности, предположение считать атома углерода четырехвалентным, которое предложил Кеккуле. В 1858 году Кеккуле и Купер высказали гипотезу о способности атомов углерода к образованию цепей линейных и разветвленных, замкнутых. И, конечно, это выработка правильного представления об атомах и молекулах. Конгресс химиков прошел в 1860 году в Германии. Обобщив все имеющиеся знания о строении органических веществ в середине XIX века, а также на основании своих исследований и умозаключений. Александр Михайлович Бутлеров разработал правильную материальную теорию о строении органических веществ. 19 сентября 1861 года состоялся съезд немецких естествоиспытателей и врачей в городе Шпейгере, и русский химик-органик Бутлеров выступил с докладом о химическом строении веществ, где представил свою теорию строения органических веществ и выдвинул новое понятие структура соединения, которая отражала последовательность соединения атомов в молекуле. А изображать структуру соединения предложил с помощью черточек. Обратите внимание в нижнем углу. Углерод всегда четырех валентин, четыре связи, водород одно валентин. Кратко теорию строения органических веществ можно сформулировать с помощью основных положений. Первое положение. Атомы в молекулах, вещества соединены с определенной последовательностью согласно их валентности. Углерод в органических соединениях всегда четырех валентин, а его атомы способны соединяться с друг другом, образуя различные цепи. Табличка еще раз показывает углерод четырех валентин, водород одно, кислород двух валентин, галогены в органических соединениях всегда одно валентны, азот имеет валентность три. Я предлагаю вам посмотреть два рисунка. Первый рисунок и второй рисунок, кажется, что они выполнены абсолютно правильно. Но обратите внимание, если мы рассмотрим углерод, рассматриваем первый рисунок. Углерод, который стоит на первом месте, имеет валентность 5, то есть у него двойная связь и еще три связи дают атомы водорода. Такого быть не может. Второй углерод также имеет валентность 5, что также невозможно. И кислород имеет валентность 3. Двумя связями показано, что он соединен с углеродом и одну связь дает атом водорода. То есть первый рисунок в корне неверен. Когда вы увидите структурную формулу любого органического вещества, обязательно проверьте, чтобы валентности всех атомов были изображены правильно. Второй рисунок более верен. Обратите внимание, первый углерод имеет одну связь с другим углеродом и три атома водорода. Второй углерод двумя связями связан с двумя углеродами и две с кислородом. И вот так каждый элемент, каждый атом в формуле нужно проверять. Тогда вы никогда не ошибетесь, и ваши формулы будут написаны верно. Второе положение. Химические свойства веществ определяются не только качественным и количественным составом, но и химическим строением, структурой вещества, о чем мы только что говорили. Третье. По строению органического вещества можно предположить химические свойства, а по свойствам строения. И четвертое. Атомы и группа атомов в молекуле взаимно влияют друг на друга непосредственно или через другие атомы. Например, в молекуле тулуола метилбензола заместитель первого порядка это доноры электронов, поэтому ориентируют, направляют реакцию в места мета и пароположения, как и показано в следующей формуле. Очень велико значение теории строения органических веществ, которая смогла объяснить противоречия в знаниях об окружающей мире, обогатить достижения в области химии и представить качественно новый подход к пониманию строения и свойствам веществ. Определить возможные направления получения принципиально новых веществ, необходимых для людей, лекарственных средств, синтетических красителей, полимеров, пластмасс, взрывчатых и других соединений с заданными свойствами. Теория строения органических веществ Бутлерова является актуальной и на современном этапе развития химии. Дальнейшее развитие она получила в двух направлениях. Это стереохимия, учение о пространственном строении молекул и учение об электронном строении атома. На этом мы с вами теоретическую часть закончили. Но я бы хотела, чтобы вы вспомнили, как решаются задачи. Привожу вам пример решения и разбор решения заданий тренировочного модуля. Итак, задача. Вычислите объем водорода, который можно получить при полном разложении 250 литров метана, если объемная доля выхода водорода равна 60%. Объемы водородов измерены при одинаковых условиях. Ответ укажите в литрах с точностью до целых. Решение. Запишем уравнение реакции. Метан CH4 разлагается на простые вещества С и H2. Уравниваем. Получается, что на 1 моль метана образуется 2 моль водорода. Рассчитаем теоретический объем водорода. 250 литров метана. Объемное отношение газов по уравнению 1 к 2. Следовательно, по закону объемных отношений газов при одинаковых условиях на 1 объем водорода соответствует 2 объема CH4. Умножаем 250 на 2. Получаем 500 литров. Это теоретический выход. Чтобы рассчитать практический объем, мы 500 литров делим на 100. Это 1 процент. Умножаем на 60. Ответ 300 литров. Решим еще одну задачу. Выведите формулу алкина, если его плотность равна 1,786 грамм на литр. При нормальных условиях. Постройте его структурную формулу. Решение. Рассчитываем молекулярную массу алкина. Молекулярная масса алкина равняется объем, умноженная на плотность. Если вам тяжело вспомнить, вспомните, пожалуйста, как высчитывается плотность. Плотность равна масса, деленная на объем. Чтобы вывести формулу, получается масса равна объем, умноженная на плотность. Молярная масса алкина равна 40 грамм на моль. В девятом классе вы изучали, что алкины имеют общую формулу CnH2n-2. Выразим молекулярную массу алкина в общем виде. Молярная масса алкина равняется масса углерода 12,12n плюс масса водорода 1,2n минус 2. В итоге получается 14n минус 2. Составим уравнение реакции. 14n минус 2 равно 40. Решив уравнение с одним неизвестным, вы определяете, что n равняется 3. То есть молекулярная формула алкина равняется C3, 2n6 минус 2,4. C3H4. И его структурную формулу вы видите на доске. Записываете ответ. Молярная формула алкина C3H4 и изображаете структурную формулу. Мы сегодня изучили историю развития органической химии как науки, выяснили отличие органических веществ от неорганических, рассмотрели основные положения теории химического строения органических веществ и вспомнили алгоритмы решения задач по уравнению реакции и задач по определению формулы. Спасибо за внимание. До свидания.